так 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 сообщества так раз два три 4 так судя по всему звук идет сейчас я проверю что у нас со звуком так буквально одну секундочку одну секундочку пропустить рекламу так так все отлично отлично звук работает про через другой браузер кубан кубанских общих привет качество звука хорошая сегодня будем обсуждать какую технику выбрать для своего youtube блога когда я начинал заниматься видеоблогом я ничего не знал ни про камеры не просвет не про звук вообще ничего не знал и до всего доходил методом типа ну проб и ошибок и соответственно сегодня поговорим про то что на самом деле важно для youtube канала что не важно на что стоит обращать внимание на что не стоит ну давайте начнем наверное с камеры то есть камера это наверное основа для того чтобы снимать видео значит периодически буду отвечать на чат так лучше камера у каждого есть кармане в каком-то смысле да не зря говорят что лучшая камера это та которая у тебя всегда под рукой и у всех есть мобильные телефоны но по личному опыту не каждый смартфон хорошо справляется со съемкой видео потому что ну как бы сказать вот недавно когда заходил магазин и рассматривал различные android смартфоны и я смотрел как там работает допустим сэлфи камера как там работает основная камера то например вот новые смартфона от oppo это тот же самый производитель что и one plus то есть несмотря на высокую стоимость и несмотря на вроде бы приличные технические характеристики ну качество съемки видео мне вообще не понравилось в этом отношении как ни печально но самую интересную картинку дает айфоны они именно по видимости из-за программной обработки картинки они дают самое интересное качество изображения именно для блогинга допустим ну причем даже старые айфоны типа 5s 66 плюс там 6s плюс там 7 плюс вот такие вот смартфоны они уже снимают более чем неплохо для видеоблога но важно также еще не забыть про звук потому что когда ты снимаешь в каком-то помещении важно чтобы был чистый звук и для всех смартфонов в том числе также как и для камер можно приобрести допустим какой-нибудь внешний микрофон на алиэкспрессе довольно много всяких переходников микрофонов которые ну как бы улучшают качество звука на самом деле айфон например хорошо снимает но за 50 тысяч лучше взять canon 200d ну смотря у кого какие задачи то есть смотря что ты будешь снимать например допустим в условиях там ну типа студийной съемки вот типа вот как вот у тебя есть помещение у тебя есть возможность устойт свет у тебя есть возможность навесить петличный микрофон конечно же вот такая вот камера она даст гораздо больше возможностей для кастомизации и если ты вдруг решишь покупать какую-нибудь камеру для блогинга то я бы обращал внимание на наличие камерами джека то есть вот здесь вот должен быть вход под внешний микрофон и на поворотный экран ну поворотный экран мне просто нравится любые фотоаппараты и видеокамеры где есть поворотный экран для меня это важный критерий еще один важный критерий это наличие хорошего звука звука я оговорился еще один критерий это наличие хорошего автофокуса автофокус ну 2019 2020 год наверно это наше все то есть на самом деле наверное нет смысла покупать камеру у которой нету автофокуса при том что на рынке полно камеру которых прекрасный автофокус всем привет сегодня обсуждаем технику для youtube канала значит вот в частности вот canon 200d чем она мне нравится то что значит миниджек не имеется то есть мы можем на нее нацепить какой-нибудь микрофон в частности мне нравится очень более м1 хороший такой бюджетный микрофон у нее есть и поворотный экран и автофокус здесь тоже работает хорошо ну и соответственно эту камеру я всем и советую то есть она за минимальный бюджет дает картинку но приближенную по качеству к кинематографичному то есть можно добыться размытие заднего фона можно добиться возможности покрасить картинку для тех кто любит извращаться например то есть камера дает достаточно творческих возможностей практически для любого блога причем даже если у тебя освещение не очень хорошее все равно картинка сносная то есть эта камера она именно за свои деньги считается ну если не лучший то одно из лучших на рынке красивые canon цвета то есть но об этом неоднократно уже на блоге мы говорили то что там красивая красивые цвета что касается детализации что касается детализации canon 200d по детализации выше чем старые зеркалки canon то есть у меня до этого было canon 700d вот там с детализации все очень плохо было там действительно мыльная картинка была canon 700d и автофокус там тоже плохо работал то есть по сравнению с семисоткой здесь намного более резкая картинка разница заметно здесь намного больше намного лучше работает автофокус то есть 700d автофокус был не рабочий о чем мы говорили в одном из прошлых прямых эфиров а в 200d автофокус прекрасно работает но по детализации конечно она проигрывает новым крупным камерам sony проигрывает допустим панасоником но в целом детализация достаточно для ютуба для ютуба достаточно должно быть вот значит дальше значит что касается камер да ну конечно все упирается в бюджеты то есть если бы у вас там был безграничный бюджет конечно же на рынке сейчас полно интересных камер практически каждый производитель сейчас старается для видеоблогинга представить какое-нибудь решение например sony недавно анонсировал 6400 sony альфа 6400 6500 6600 то есть оговорился опять вот у fujifilm говорят от вышла новая камера для видеоблогеров у канона 200 до 250 до 50 то есть довольно широкий выбор тоже ну и в целом как бы выбор достаточно богатый производитель много у панасоник сейчас актуально ну у меня допустим панасоник g7 сейчас я не могу показать она у меня у братишки в пользование но в общем там есть еще более старшая версия у которой есть стабилизатор встроенный для тех кто допустим снимает какое-то видео с рук к примеру вот можете кстати писать вопросы в чат в конце прямого эфира обязательно вернемся к чату и ответим на ваши вопросы вот если вы допустим планируете снимать какие-то видео уроки или ну вот как вот сейчас я сижу допустим например у тебя сейчас снимаю на значит на веб-камеру здесь важен именно микрофон то есть микрофон микрофон вообще важен при видеосъемке но допустим какие-то видео уроки подкасты здесь микрофон выходит на передний план по отношению камеры например сейчас мы снимаем на встроенную веб-камеру в мой ноутбук это macbook pro конец значит 13 года ну судя по тому что я вижу ну картинка ну не сказать что хорошая но она такая знаете типа прилично то есть у меня тут выставлен свет несколько источников света и картинка получается сносно вполне то есть можно снимать видео и на посредственную камеру улучшить качество можно допустим на монтаже можно допустим какой фильтр наложить интересный творческий и получится вполне себе годная картинка вот а что касается качества звука его потом выправить будет очень сложно на монтаже если у вас изначально был плохой микрофон самый клуб самый классный звук на микрофонах который я слышал это вот именно такие вот студийные микрофоны вот этот микрофон мне например подарил друг самый лучший звук из того что я слышал хотя он не очень дорогой он стоит несколько тысяч рублей всего лишь очень хороший звук все все что я покупал на алиэкспрессе там за копейки там рядом не стоит вот с таким студийным микрофоном какие минусы ну конечно есть минусы минус в том что такое ты не возьмешь с собой в дорогу не возьмешь в машину и тогда уже вручают отличные микрофоны например боя м1 я потом когда ролик закончим ссылочку поставлю в описании реферальную кто захочет может приобрести себе боя м1 за 1200 рублей на алиэкспрессе ты получаешь годный звук который в принципе 90 процентов задачу для ютуба решает привет что скажешь про объектив canon 1018 стимовский и canon 35 миллиметров f2 вот думаю взять для 250d но 1018 стим это широкоугольный объектив я его подумываю купить но проблема в том что если его купить то потом его не продаж то есть у нас в городе нету рынка объективов и соответственно если я куплю этот объектив я с ним останусь навсегда просто то есть если самую зеркалку я худо-бедно как-нибудь смогу продать например то вот этот широкоугольник это очень специфичное стекло мне кажется ее потом не продам даже за пол цены или продам очень долго продавать там за копейки то есть но широкоугольник там есть стабилизатор там есть угол 16 миллиметров то есть это очень широкий угол это годится если ты снимаешь с рук или если ты например снимаешь каком-нибудь замкнутом пространстве но допустим 18 миллиметров штатного объектива достаточно чтобы вот снимать вот вот примерно такой вот ракурс вот как сейчас да это соответствует наверно 18 миллиметров или может быть даже 20 миллиметров вот что касается 1017 размытие заднего фона вряд ли ты получишь потому что это широкоугольный объектив а вот канон 35 миллиметров f2 у него будет размыть из заднего фона потому что длинное фокусное расстояние и дырка 2 вот но как минус то что у него будет наоборот угол узкий я например вот работаю с двадцать четырьмя миллиметрами и все равно мне этот угол узковатый а 35 миллиметров это еще уже угол соответственно ну оба бить его видимо хорошие именно стимовская линейка она заточена под съемку именно именно видео потому что там плавная бесшумная фокусировка у canon бывают объективы которые шумят то есть например бывают китовые объективы не 7 моски и они шумят вот эта система ский объектив он не шумит вот эта система ский объектив стандартный который сейчас идет камерам canon он наверняка у тебя тоже стоит moto 42 на твоей камере у нее все хорошо у этого объектива даже стабилизатора есть минус в том что у него диафрагма четырех начинает соответственно размытие заднего фона ты не получишь особо вот кто снимает на телефон тоже размытие заднего фона особо выраженного не будет особенно видео вот но на самом деле не всегда это размытие заднего фона нужно а нужно часто хорошая картинка по цветам хороший баланс белого хорошая детализация в некоторых случаях ну то есть у кого какая задача исходя из этого нужно подбирать но вообще можно снимать и со стандартным объективом можно пока к canon 250d ничего не покупать можно пока учиться с работой с тем что есть и на это самое правильное но дело в том что вся эта техника она стоит ну ну немало в принципе да то есть окупится она не окупится то есть то есть есть камеры которые стоят несколько сотен тысяч рублей но как вы понимаете в российском ю тубе заработать деньги не так то просто и и соответственно дорогая техника может никогда не окупится объективы тоже стоит дорого поэтому прежде чем что-то покупать было бы хорошо взять это попробовать у кого-нибудь из друзей посмотреть как это подойдет тебе не подойдет значит у меня видео меня j5s пишет один из наших подписчиков в чат и j80 ну хорошие камеры но проблема их только в том что у них нет автофокуса то есть проблема ли это или не проблема тут каждый решает сам но с автофокусом приятно работать то есть вот сейчас я включил веб-камеру и как бы в принципе удовлетворительную картинку получил причем это камера старенькая встроена в ноутбук то есть вероятно если купить камеру веб-камеру получше можно будет получить изображение лучше соответственно то есть может быть допустим для тех кто хочет проводить прямые трансляции целесообразнее не покупать вот такие платы видео захвата например как сделал я да чтобы сделать из фотоаппарата веб-камеру может быть целесообразнее вот эта штука кстати стоит 13000 рублей на ebay вот эта карта видео захвата вот она выглядит как флешка вот тут вот она эльга таком ленинк 4k вот мне наверное целесообразнее для прямых эфиров было бы купить веб-камеру от logitech тысяч за 15 самого хорошего которые есть на рынке и может быть она и не была бы лучше по качеству и патентализации картинки в прямых эфирах но во всяком случае она точно была бы более удобным решением чем допустим городить огород и превращать фотоаппарат в веб-камеру через плату видео захвата вот то есть подбирать технику для своего блога нужно всегда рассчитывать то есть что-то будешь снимать то есть например если ты автообзорщик то разумеется тебе будет неудобно использовать вот такой петличный микрофон вот бы м1 про который я говорил который я обычно использую для съемки звука вот тебе лучше подойдет какая-нибудь радио петличный микрофон а хорошие стоит довольно дорого вот j5s по моему отличается по балансу белого и бы дает более приятную картинку по крайней мере такое впечатление сложилось от от тех видео которые я видел это касается g5 g5s g80 по моему дает аналогичную картинку что и panasonic g7 panasonic g7 очень резкое изображение дает но как я говорил нету автофокуса нету очень приятные цвета бывают из коробки то есть если бы я сейчас снимал на panasonic g7 то скорее всего лицо мое было бы желтое и это не конфликнул я вот когда купил canon то я сразу обратил внимание что цвета более приятные до скинтона наконец лучше чем на панасониках и не зря про это говорят ну хотя на panasonic g7 я получал очень красивую картинку когда грамотно расставлял свет и когда возился с балансом белого цветовой температурой то есть panasonic и вот эти вот они годятся для тех кто любит возиться с настройками и которых кого не пугает что там надо будет покрасить картинку например вот привет какое количество роликов снимать в неделю чем больше тем лучше в общем случае чем больше роликов тем лучше но это не значит что ты должен каждый день выливать кучу роликов потому что лучше наверное на качество напирать но я пока что пришел к тому что нормально когда каждую неделю что-то выходит обычно на канале на основном канале у меня выходит пара тройка роликов но последнее время по два ролика в неделю получается выпустить вот на прошлой неделе получилось выпустить один ролик нам че считается вот вообще принято что два три ролика в неделю это адекватно дело в том что когда ты выпускаешь ролик то значит пару дней твои подписчики раздупляются и они его смотрят то есть они они его смотрят то есть на 2 они не посмотрели она третий день уже статистика падает вот на третий день наверное целе сообразно третье четвертый день уже что-то новое выпустить но в идеале каждый день конечно бы если у тебя есть время то есть в идеале каждый день когда ты каждый день снимаешь видео это позволять же лучше набивать руку и чаще рисуешь превью чаще монтируешь и быстрее развиваешься в ютубе в В идеале я бы хотел бы тоже перейти на каждодневный режим, пока что не получается, пока что не очень получается. Итак, мы остановились на микрофонах. Значит, микрофоны, как я говорил, студийные микрофоны типа вот Behringer C1U дают прекрасное качество звука. Ну, блин, то, что я вот когда услышал, я понял разницу. Петлички – это более простенький вариант, но тоже прекрасное качество звучания получаешь. А вот микрофоны Пушки, например, мне, допустим, Роуд Видео Микро все советуют, но мне не очень понравилось качество звука. Я пока что думаю, стоит ли его вообще чинить. У него там сломалась стоечка, я могу вам показать, что там случилось с этим микрофоном, если найду его сейчас. Так, я не вижу, где этот микрофон. Ладно, давайте, поверьте на слово, Роуд Видео Микро, микрофон Пушка не для всех подойдет. Здорово, борода. Чем можно заменить штатив? Стоп, как ниже, но на самом деле лучше взять штатив, причем лучше брать не самый дешевый. Я вот сэкономил, купил штатив Neewer. Ну, нормально работает, но лучше бы, наверное, купил какой-нибудь Ben Roe чуть-чуть подороже, чтобы он был более из качественных материалов. Штатив – это такая вещь, которая дает тебе комфорт при съемке. И вот когда у него там, ты крутишь его, а у тебя отвинчивается башка вот здесь, то это неудобно просто. В этом отношении, конечно, штатив – такая вещь. Но вроде как жалко большие деньги тратить на штатив. Ну, хотя бы вот взять недорогой штатив Ben Roe в связном там за пару тысяч рублей. Ну, как бы это не так дорого. Можно себе позволить. Значит, возвращаясь к петличкам, я пользовался аудиотехникой от R3350, пользовался Boy M1. Да, оба хорошие, в принципе, но Boy M1 дешевле в 2-3 раза, смотря где брать. Ну, как минимум 2-1,5-2 раза дешевле. Поэтому Boy M1 – это хороший петличный микрофон за бюджет в размере 20 долларов. То есть это лучшее решение, наверное, из того, что можно купить за небольшие деньги. Многие советуют более дорогие петлички, про них я ничего не знаю. То есть когда попробую, потом расскажу, поделюсь впечатлениями. Олег, по поводу тем для видео, где их брать, будет такое видео? Я не знаю, честно говоря, где брать темы для видео. Обычно из головы приходят, либо я смотрю похожие каналы, и если мне заходит какой-нибудь материал, если мне есть что сказать по той или иной теме, я тоже хочу записать такой ролик. Я обычно не останавливаюсь и записываю такой ролик. То есть где брать темы? Ну, смотри похожие каналы, исходя из того, что ты смотришь. Ты же смотришь какие-то каналы. Что-то тебе нравится, что-то же ты хочешь получить в итоге. И вот, может быть, отталкиваться от таких вот тем, то, что снимает. И, может быть, тебе тоже хочется высказать какие-то мысли по поводу того или иного повода. Но вообще, да, спасает, конечно, какой-то контент-план. То есть какой-то блокнот, куда ты записываешь идеи. Сейчас я завел в Google таблицах, короче, там табличку, где я записываю какие-то идеи. Потому что бывает, что вот приходит хорошая идея, светлая идея, а потом ты походил, походил, забыл про эту идею. И все. И хорошая тема для видео, она теряется. Вот. Так, значит, а почему ты на другом канале прямой эфир делаешь, Олег? Ну, потому что я не буду там часто делать прямые эфиры. Они там тоже будут. Ты имеешь в виду GarageBiz. Почему на GarageBiz я не делаю? Потому что я не хочу его превращать в стрим-канал. Это контентный проект. Я сегодня уже записал видео на тот канал. Оно выйдет позже. Дело в том, что прямой эфир, он обычно получается не такой качественный, чем по сравнению с, допустим, с видео, которое ты смонтировал, для которого ты написал небольшой какой-то сценарий. Ну и, соответственно, прямые эфиры иногда неохота оставлять на канале. Вот. Да в конце концов, какая рань цена. Наверное, я вообще зря сделал второй канал. Наверное, зря разделил две тематики, по всей видимости, потому что полноценно заниматься двумя каналами сложно, а уж тремя или четырьмя тем более. Вот. Могу лишь сказать, что третий, четвертый канал я открывать пока не планирую. То есть два канала. Стоит ли покупать платную версию VidaIQ to be Booty? Да, это сервисы, которые позволяют хорошо мониторить конкурентов, смотреть их ключевые слова, смотреть видео, разбирать их по косточкам. Ты когда видишь у конкурента все ключевые слова в удобном виде для тебя, все описание, то есть какие-то параметры, трафик, количество подписчиков на чужом канале. Это очень удобно. Я пользуюсь бесплатным VidaIQ, и еще я пользуюсь каким-то сервисом на Safari. Я поставил какой-то плагин. Ну, так или иначе, короче, я пользуюсь пока бесплатными версиями. Насчет платных версий, я не знаю, пока я не уверен, окупится она или нет, пока что не покупаю. В будущем, возможно, опробую и расскажу вам. Виктор Иванов, добрый день. Олег, скажи, пожалуйста, есть стабилизация изображения в Canon 200D, и сколько она стоит в гривнах? Короче, Canon 200D у нее в тушке нету стабилизации, на матрице нету никакой стабилизации. Максимум есть стабилизация в объективах. И если брать объектив, в котором есть стабилизация, там будет у тебя написано ISSTM. Я сейчас вот не вижу, где здесь написано. Вот здесь сбоку вот есть ISSTM. Значит, есть стабилизатор на объективе. Этот стабилизатор помогает только убрать микродрожь. То есть вот ты снимаешь с рук, допустим, да, и у тебя чуть-чуть дрожат руки. То есть микродрожь, она убирается на самом деле. И это видно на видео, по крайней мере, я стал замечать вот это вот сглаживание. Но по большому счету этот стабилизатор сильно не помогает. То есть этот стабилизатор, он только помогает, ну, чуть-чуть сгладить изображение. Если трясти камерой, то есть ходить с этой камерой, то есть это не совсем стабилизатор. Это скорее, ну, такое вот решение, которое больше для фотографов, наверное, подходит. То есть как бы сколько стоит? ISSTM-овские объективы, которые идут в комплекте с 200D, они, короче, подороже, чем DC3. А в DC3, по-моему, стабилизатора вообще нету. Не по-моему, а точно. Салютрик, я думаю, что ты не зря создал два канала. Это позволяет сохранить тематику одного канала, а на втором развивать другую тематику и реализовывать себя. Да и один канал могут забанить. Спасибо. Так, значит, что касается второго канала, ну, не знаю, посмотрим, как пойдет. Ну, что сделано, то сделано. Сейчас мне уже жалко бросать оба канала, соответственно, я их буду развивать оба. То есть основной YouTube-канал GarageBiz у меня сейчас идет больше по тематике работы в интернете. Интернет-заработок, предпринимательство, деловая тематика, видеоблогинг сейчас выходит на переднее место. И там я сейчас стараюсь более качественные материалы выкладывать. По крайней мере, я там очень стараюсь. По крайней мере, я стараюсь. Получается, не получается, судить не мне, но я очень стараюсь. Я монтирую там видео. Второй канал я веду немножко в более расслабленном режиме. То есть я могу позволить себе какой-нибудь стрим запилить здесь, не тематический. Могу здесь позволить записать ролик и выложить его без монтажа. Мне нужен такой канал, который я веду в расслабленном режиме. И, как практика показывает, здесь видео заходит не хуже, чем на основном канале. То есть, возможно, это и более правильно для Ютуба именно пилить видео, которое ты пилишь расслабленно. То есть не особо парясь о результате. Получается не хуже, чем на основном канале. Могу я ошибаться? То есть, опять-таки, судить не мне. Вот. Олег, я тоже смотрю твои два канала, Кубанский хлопчик. Я очень рад постоянным зрителям, постоянным подписчикам. Всегда читаю все ваши комментарии и стараюсь как бы реагировать на здравую критику и принимаю все идеи, которые вы предлагаете в комментариях для новых роликов. Вот. Да, действительно, когда у тебя два Ютуб-канала, то это позволяет в какой-то мере более гибко работать. Например, если мне забанят опять на основном канале возможность вести прямые эфиры, я смогу их вести на втором канале. То есть у меня уже такое было, когда я комментировал одну из презентаций Apple, то вот как бы когда приходит страйк, то ты три месяца не можешь вести прямые трансляции. То есть у вас хотя бы для этого, но второй канал, ну, типа запасной и для каких-то творческих экспериментов. Значит, продолжим тематику оборудования для Ютуба. Значит, одно из первых, что я использовал для съемки видео, это встроенная веб-камера. У меня был MacBook Pro белый такой еще, но сейчас такие уже давно не делают. Также у меня был вот плеер iPod Touch четвертого поколения. Какие-то первые ролики, но это типа смартфона. Это смартфона грязный какой-то. Типа смартфона, ну, короче, это очень старая техника, но даже с этим можно начать. Многие западные блогеры начинали с iPhone 5s и чего-нибудь в таком духе. Если у тебя будет хороший свет, то даже телефон даст приличную картинку. И в какой-то мере, может быть, даже лучше, потому что смартфон, он заточен на то, что ты нажал на кнопку и снимай. То есть если ты привинтишь, допустим, к мини-джеку микрофон и как бы сдолбишь его со своим телефоном или плеером, вот такого рода, то можно получать какую-то картинку, и ее может быть достаточно для твоей ниши. То есть многие тематики, они вообще имеют разговорный формат, и там неважно качество картинки. Кроме того, YouTube сам жмет картинку, поэтому слишком сильно заморачиваться по поводу камеры, наверное, нецелесообразно. То есть я сейчас думаю, может быть, я зря вот столько денег вот в зеркалки вкладывал. Может быть, стоило веб-камеру хорошо купить. Есть у меня такая мысль прикупить как-нибудь хорошую веб-камеру, сравнить ее. По крайней мере, для формата видеоуроков веб-камера для прямых эфиров, тем более, веб-камера подходит лучше, потому что у веб-камеры широкий угол, хорошие цвета, какое-то программное обеспечение идет в комплекте. Так, сколько времени на одно видео? На одно видео может уходить по-разному. Некоторые видео я просто снял, достал флешку, воткнул в ноутбук и залил. То есть только нарисовал превью, и это может занять там буквально 10 минут. Некоторые видео я действительно долго монтирую. Бывало, что какой-то ролик я монтирую там практически целый день в несколько заходов, то есть может быть несколько часов. Плюс съемка занимает время, то есть нужно вот это вот разложить, вот этот вот свет, вот эту вот всю технику, там микрофоны разложиться, подготовить сценарий. Ну, то есть я точно не измерял, сложно сказать, каждое видео, оно, каждое видео по-разному. В зависимости от темы, то есть сложно однозначно сказать. И потом, допустим, если я делаю многокамерный монтаж, то есть, например, если я, вот у меня идет основной видеоряд, а потом у меня идет скринкаст еще, и я вот эти, первый, второй план, я их чередую в видеоролике, такой вот монтаж, он очень тяжело идет. Ну, ноутбук долго это обрабатывает, то есть и приходится там синхронизировать звуковые дорожки, и это занимает больше времени. Не, ну так не пойдет, стримить надо вечером. Странно будет, если я сейчас смотреть буду на работе. Тут же и нет не тянет. Ну, к сожалению, вот как уж есть, вечером я не могу сегодня стримить. У меня сейчас есть вот еще час-один времени, и как бы, ну, сорян, то есть я как бы, у меня тоже как бы ограничение по времени, не всегда у меня получается делать прямые эфиры. Про расслабленность полностью согласен. Я думаю, что YouTube это противоположное телевизору, а два канала это твое суперправильное решение. У меня один канал банили, и такое бывает. Ну, да, всякое бывает. Ну, во всяком случае, уже, как я говорил, уже сделано-сделано, то есть теперь уже как есть. То есть оба канала получили монетизацию, то есть, в принципе, без разницы, если удачное видео выйдет на одном или на другом канале, то оно, в принципе, будет приносить доход. В принципе, разницы нет. Я на Xiaomi Redmi Note 5 снимаю. Кстати, у меня у брата какой-то к Xiaomi, и он на моей свадьбе снимал фото и снимал видео, меня качество изображения порадовало, и я не ожидал. У него какой-то не самый дешевый к Xiaomi, но и не самый новый, то есть он какой-то двухлетней давности, какой-то вот, я, честно говоря, модели не помню, но качество изображения именно с этого смартфона меня удивило. То есть при плохом освещении дает годную картинку, в принципе, можно что-то разобрать. Можешь сказать про доходы с каналов? Есть смысл заниматься в режиме full-time? В настоящий момент постепенно мои два YouTube-канала начинают приносить доход, которого скоро будет достаточно, чтобы не заниматься чем-то еще. Сейчас основной доход для меня приносит мой сайт garagebiz.ru, но постепенно, каждый месяц я вижу, что я что-то делаю и получаю отдачу. И когда уже больше 10 тысяч рублей в месяц стало приходить с YouTube-каналов, я это стал воспринимать уже не как хобби, а уже как что-то, что может приносить более серьезные деньги. То есть если получилось заработать десятку в месяц, плюс еще какую-то технику стали присылать на обзоры, то чисто технически, допустим, заработать тысячу долларов – это более чем реально. Так, на основном канале GarageBiz я периодически делаю финансовые стриптизы, рассказываю про доходы с YouTube-каналов, с комментариями, и скоро, наверное, тоже выйдет подобный ролик. Пожалуйста, смотрите, отслеживайте. Не бери взять карту захвата и снимать на зеркалку. Да я уже купил зеркалку, купил карту захвата, и без зеркалка тоже есть. То есть, по сути, я уже просрал кучу денег, так что простите за мой французский, но уже сколько денег потрачено. Собственно, поэтому я сегодня и провожу прямой эфир. Я пытаюсь донести, что можно часто, допустим, снимать и на смартфон. Часто микрофон не обязательно должен стоить сумасшедших денег, чтобы получать качественный звук. То есть, например, Boy M1, ссылку поставлю потом в описании, хороший звук дает. При этом он стоит 1200 рублей на Алиэкспрессе или 19 долларов на Амазоне. То есть, ну, символические деньги, в принципе, за хороший продукт, на самом деле. То есть, Boy M1 – это то, за что, блин, не стыдно. То есть, если вам придет небракованный экземпляр, то есть, если он не побитый, небракованный придет, то он будет очень хорошим вариантом. То есть, 6 метров провод, значит, петля вот здесь вот крепится, ветрозащита шва в комплекте, мини-джек, батарейка. Наличие батарейки – это и плюс, и минус. То есть, минус в том, что надо не забыть включить и не забыть выключить после того, как ты поснимаешь что-то. Вот, бывают казусы с этим, то есть, люди забывают включить или забывают выключить. В первом случае запарывается видео, во втором случае мы теряем, значит, батарейку в этом. Там батарейка маленькая такая, кругленькая, не знаю, как называют. Вот, но 1200 рублей и качество исполнения очень достойно. Лучше, чем у аудиотехники от ART 350. Вот. А у нас вечер. Ну, да, нужно рассчитывать, что разные часовые пояса. Я живу в набережной Чонах, мы живем по московскому времени. Вот. Раньше я был с собой и часто ложился поздно вечером. Мне было раньше удобно стримить и укладывать видео поздно вечером. Сейчас я как бы живу по нормальному ритму. Встаю где-то в 7-8-9 утра, и, соответственно, мне удобно днем что-то делать. Вот. Но этот прямой эфир я делаю из расчета на то, что его можно будет посмотреть в записи. Xiaomi Top. Бомжи подтянулись. Ну, вот я могу сказать, что Nokia для видеосъемки меня не устраивает. То есть Nokia 5 не устраивает для видеосъемки. Тормознутая. Камера очень как-то снимает видео. Очень тяжелые ролики. Возможно, дело в программном обеспечении. И, во всяком случае, 16 гигов для блогинга – это очень мало. То есть потому что операционка съедает половину. Ну, такое среднее видео. Но я ставлю телефон напротив окна и снимаю. Да, солнце и окно – это самый бюджетный свет, причем самый качественный из того, что есть. Я использую LED-панели. То есть это вот такие вот штучки. Ссылку вот на вот это я поставлю в описании. Потом партнерскую на Алиэкспресс, кто захочет, может посмотреть. Поставлю на тот магазин, где я сам брал. То есть проверено, в принципе. И еще вот у меня где-то там было тоже еще видеосвет. Ну, короче, вот LED-панели – это самое удобное, наверное, из того, что есть. Минус только в том, что для некоторых LED-панелей нужно докупать аккумуляторы, то есть такие здоровые, панасониковские. Вот. Их нужно, соответственно, заряжать. Но они компактные и, соответственно, дают приятный цвет. Вот это, допустим, Apuchur. Apuchur фирма называется Amaran. Apuchur Amaran – это какая-то европейская марка. Многие ее хвалят. Ну, Apuchur именно в плане света она хорошая. В плане звука, в плане микрофонов они так себе. А в плане света они хорошие. Солтбоксы сейчас стоят. То есть один у меня солтбокс где-то в трех метрах вот там стоит. Светит 85-ваттной лампой. 5500 кельвинов. Типа дневного света. Такой вот заполняющий, такой мягкий свет за счет того, что это солтбокс. А здесь солтбокс с встроенной лампочкой, где там внутри, короче, там какая-то лампочка с настольной лампой взята. То есть солтбоксы дают хороший свет, но минус в том, что они очень много места занимают. Пыляться, постоянно об них спотыкаешься. Ну, типа в домашних студийных условиях не совсем удобно. Хотя и это один из лучших светов, который можно купить, наверное. То есть ты вкручиваешь любую лампу, получаешь рассеянный хороший свет. Но оптимально LED-панели, но они стоят подороже на самом деле. Так, звук можно писать на мобильный диктофон. Кстати, я как-то снимал видео, где я снимал на iPhone 5. И на iPhone 5 у меня был именно, как бы я поставил приложение диктофон и снимал звук. Хороший звук, кстати, получился. То есть как вот микрофон его использовал, как вот репортеры делают. Кто-то использует рекордеры. Ну, пока что я остановился на том, что использовал вот студийные микрофоны. Там несколько студийных микрофонов мне подарили. На обзор присылали там в iPhone. Ну, о них я могу сказать, что если не бракованный, то качество звука хорошее. Если придет бракованный, то, ну, через раз у них качество. Behringer C1U мне подарил друг. То есть, и это лучший звук из того, что я слышал, из того, что у меня было. Хотя его не хвалят. Константин Кадавр этот микрофон не хвалил. Что-то ему не понравилось в этом микрофоне. USB студийные микрофоны хороши тем, что не нужно, ну, канифолить себе мозги и не нужно покупать никакие устройства для... Никакие внешние звуковые карты не нужны. USB-версии, наверное, самые лучшие для того, чтобы просто воткнуть и работать. То есть, ну, в идеале, да, для стрим, для разговорных шоу каких-то, ток-шоу, можно использовать, допустим, недорогой студийный микрофон и какую-нибудь веб-камеру. И если озаботиться светом каким-то худо-бедно, то можно уже получать неплохой контент и дальше уже работать именно монтажом, подачей и так далее. Вот. 10 тысяч рублей – это зарплата 50% людей в моем городе. Причем ведь они работают по 12 часов в день с одним выходным. 10 тысяч заработок на YouTube-канале – это здорово. Но все, конечно, относительно. Ну, я на такой заработок вышел не сразу. То есть, у меня больше года, наверное, у меня застопорилось на уровне около 40-50 долларов в месяц. То есть, около 2-3 тысяч рублей в месяц. Довольно долго я не получал достойного дохода с YouTube-канала. То есть, тут в YouTube-каналах все упирается в трафик и его качество. То есть, допустим, если у тебя будет хороший трафик, то даже небольшой трафик может приносить осязаемые ощутимые деньги. Вот. Допустим, у меня на основном канале всего лишь 100 тысяч просмотров в месяц, но он приносит 140 долларов сейчас чисто с монетизацией. Плюс что-то капает там с партнерки алиэкспрессовской, что-то капает там в виде каких-то донатов иногда. Кто-то там раздупляется и присылает донат. Иногда бывает, что какие-то компании хотят сотрудничать, предлагают бартерные условия. То есть, часто мне предлагают записать каком-то ролик и получить какой-нибудь курс бесплатно или посетить мероприятие в Москве. Если бы жил в Москве, это тоже было бы выгодно. То есть, ну, все относительно на самом деле. 10 тысяч рублей, допустим, для регионов, но это половина такой стандартной зарплаты, наверное, для моего региона, например. А вот когда я отдыхал в Испании, то 10 тысяч рублей там – это ни о чем. То есть, ну, все на самом деле относительно. Вот. Но мне кажется, я блогами давно занимаюсь. Мне кажется, YouTube, он самый перспективный. И поэтому я занимаюсь YouTube в первую очередь сейчас, с сайтами во вторую очередь. И это более интересный формат. Взаимодействие с аудиторией на YouTube намного интереснее, чем когда у тебя текстовый блог, например. Поэтому мне не особо интересно развивать особо дзен-канал, хотя я его продолжаю развивать как-то в таком тестовом экспериментальном режиме. К текстовым проектам, к текстовым порталам мне тоже интересен остыл в последнее время. Я больше вот именно в формат видео хочу уйти. Надеюсь, у меня все получится. Что касается 10 тысяч зарплаты в регионах, ну, как я говорил, можно подумать и что-то сделать бюджетное. То есть можно купить вот петличку, а будет M1, но я говорил, 1200 рублей стоит. Подойдет и для телефона, и для камеры вот такой вот зеркальной, и для, допустим, даже, ну, возможно, даже в ноутбук можно воткнуть, хотя я не уверен, какое качество звука получится. Behringer C1U мне подарил друг, то есть он мне достался бесплатно, но стоит он несколько тысяч рублей всего лишь, то есть, в принципе, можно его взять за 3-4 тысячи рублей, и вот эта стойка стоила 800 рублей. Ссылку поставлю в описании, после того, как прямой эфир закончим. То есть веб-камера, она может быть уже встроена в твой ноутбук, например, можно обойтись плохой веб-камерой для начала, а потом купить получше. То есть не обязательно впаривать там по 100 тысяч рублей вот в зеркалке, объективы, то есть можно начать с, допустим, более старой зеркалки. Вот Canon 600D, я снимал обзор на Canon 600D. Конечно, там есть свои косяки, то есть по плану видео там есть такой косяк, то что очень капризнанно к флешкам, то есть может прерывать видеозапись, но при нормальном свете можно киношную картинку получить с 600D, если руки прямые. То есть посмотрите канал Ed Production, Ed Production, блин, название канала, короче, такое, Ed Production, короче. И с помощью него можно посмотреть, вот там чувак раньше пилил ролики на 600D, и картинка просто кино. Для YouTube достаточно. То есть не обязательно впаривать деньги в то, чтобы получать хороший контент. Намного важнее подбор темы, подача, может быть, твои науки монтажа, говорение на камеру. То есть когда я начинал писать первые видеоблоги, у меня было так, что я заикался. Вот такие вот слова-паразиты у меня были, паузы. И когда я начал монтировать, учиться монтировать в iMovie, у меня получалось так, что я вырезал по 20% видео просто там, потому что было мучение и паузы вот такие. Это микрофон Behringer C1U. Да, это Behringer C1U, но он еще идет через обработка, идет через YouTube. Возможно, YouTube как-то накладывает тоже что-то. Из-за трата я купил петличный микрофон за 1000 рублей. Пишет Кубанский хлопчик. Ну, действительно, да, 1000 рублей. Я, кстати, сегодня попробую зайти на твой YouTube-канал, посмотреть твой канал. Может быть, напишу что-нибудь в комментариях. Вот. То есть можно недорого начать, а там уже, если начнется доход какой-то, можно будет уже откладывать деньги на более серьезную технику. Это, наверное, правильно. Это называется bootstrapping, когда ты начинаешь с того, что у тебя есть, потихонку с минимальными уважениями, начинаешь развиваться, и если пойдет уже, ты уже потом сможешь купить и камеру подороже, и штативы, и все остальное. То есть я начинал с того, что я копил на зеркалку. Правда, вот я вот ошибся. Я купил зеркалку, которая не была автофокуса, и купил зеркалку, которая давала мульноватую картинку. То есть за 42 тысячи рублей я получил немного посредственно видеокамеру. Хороший фотоаппарат, но посредственно видеокамера. То есть, соответственно, не надо слушать никаких обзорщиков, даже меня не слушайте. То есть пока сам не попробуешь, ничего не поймешь. То есть устраивает тебе картинка, не устраивает. Потом, допустим, вот камеры, которые снимают 4К, мы на них об этом говорили, они 4К-то снимают, обрабатывают, ты его сможешь. То есть это тоже вопрос. То есть у меня 4К можно обрабатывать, конечно, на макбуке вот этом, но очень-очень это геморно, я мягко говоря. Toscom 40, отличный рекордер. Да, кстати, многие используют рекордеры как микрофон. Синхронизировать аудиодорожку с видеодорожкой на монтаже проще простого. Я раньше думал, что это сложно, но просто делаешь вот такой хлопок и вот по хлопкам синхронизируешь, потом глушишь дорожку на основном ролике и уже монтируешь уже видео с новой аудиодорожкой, все элементарно делается. Возможно, это даже как-то проще можно сделать. У меня сейчас тоже 10-13 в месяц и плюс партнерки Алиэкспресс 8-11 тысяч в месяц. Думал, что выйду на такой доход через 5 лет. YouTube сила. Сила, не сила, но во всяком случае YouTube это интересно. YouTube это интересно, это самая перспективная социальная сеть. То есть я, допустим, Instagram не пользуюсь, потому что у меня посредственная камера в телефоне и даже неохота какие-то фотки туда пустить. А вот YouTube я с удовольствием смотрю, с удовольствием делаю контент. И даже если бы YouTube не приносил бы мне ни одной копейки денег, все равно это очень интересно общаться с аудиторией, когда вот удалось набрать хотя бы первые там 10 тысяч подписчиков, на YouTube стало работать интересно. Недавно купил для стрима такой микрофон Берлижер C1U. Как бы ты оценил данный микрофон, все ли в нем нравится? Это очень хороший микрофон, он дает очень хороший студийный звук. Какой минус у него есть? Это то, что, ну да, пуп-фильтр надо ставить, я сегодня без пуп-фильтра. Но, в общем, это, короче, такая капроновая херня, которая вот такая круглая. Вот. Можно просто колготки натянуть. Ну, не суть. В общем, минус в том, что нужно говорить близко. То есть нужно говорить вот так вот. То есть иначе звук получается тихим. То есть если я отойду подальше, допустим, то звук с этого микрофона будет некачественным. Соответственно, вот, он не то, что некачественным будет, он будет тихим. Что-то я сегодня заговариваюсь. Вот. Он будет тихим. То есть это, наверное, единственный минус этого микрофона. Но вот если купить вот такую стойку и говорить прямо в него, то звук будет очень хорошим. Именно для голосовых видео. Мне кто-то говорил, или братишка, у меня братишка музыкой занимается, или кто-то из подписчиков, я уже сейчас не помню, кто-то говорил, что именно вот эти Behringer, они очень хорошо подходят для голосовых подкастов. То есть для подкастинга хороший микрофон. Подумываю о покупке студийного микрофона классом повыше, но сейчас слишком много чего хочется. Хочется и LED-панели вот такие вот большие купить. хочется и штатив приличный купить, и камеру новую купить, объективы поинтереснее взять хочется. И ноутбук хочется обновить, и смартфон уже как бы не тот, что раньше. Ну, в общем, пока что студийный микрофон откладывается на неопределенный срок, но многие вот с этим микрофоном раскручивали свой YouTube-канал до уровня 100 тысяч подписчиков и больше. То есть это очень хороший микрофон, даже не думая, отличный микрофон. Вот. У него есть такая особенность, почему-то уровень громкости у меня разный с разных USB-портов. То есть вот я вот такую эту особенность заметил. Возможно, у меня ноутбук глючит, а возможно, это особенность этого микрофона, либо особенность USB-портов на MacBook Pro. Я не знаю. Я только начал, так что пока просто учись, смотрю на других и точно знаю, что хочу снимать. Точно не знаю, что хочу снимать. Пробуй разное. Пробуй разное. Потом ты со временем у тебя просто те тематики, которые тебе не заходят, которые подписчикам не заходят, они просто естественным образом отвалятся. Ну, конечно, желательно подумать, что ты бы хотел снимать, что не хотел бы заранее. Тогда твой канал будет быстрее развиваться. И первый год я вообще не знал тоже, что хочу делать. То есть я хотел... Мне загорелись глаза свой сайт garagebus.ru превратить в видеоформат. Вот. Но так как у меня и на сайте была тематика размытая, то и на блогах тоже небольшая неразбериха была с тематиками, особенно в первое время. Очень тяжело дается... озвучивать видео, пишу сценарий, но когда включаю камеру, начинаю тупить. По итогу с нарезками голос сильно напряжен, без интонации. Без интонации. Но это нарабатывается. То есть, допустим, когда я первые прямые эфиры проводил, у меня получалось полная лажа. Когда я первые видеоролики снимал, у меня получалось полная лажа. То есть я, соответственно, никогда не учился говорить на публику. Максим выступал на университетских там, рефераты какие-то зачитывал. То есть это нарабатывается, и видео можно пофиксить практически любую проблему. Какая у тебя была первая зеркалка? Canon 700D. Автофокус работал плохо, видео было мальноватое. В этом отношении 200D в плане видео именно, в плане видео. Эта камера ушла далеко вперед. В плане фото мне 700D нравилось больше. То есть для ясности хочу вот сказать, какая у тебя была первая. Так, это читал. Привет, Олег, скажи, пожалуйста, если заняться плотно этим делом, через сколько можно выйти на доход 30-40 тысяч рублей? Владимир Владимирович. Я, кстати, за вас заголосовал. В общем, могу сказать, что зависит от тематики и ниши. У меня, допустим, на основном YouTube-канале стоимость рекламы очень дорогая, дороже среднего по рынку. Соответственно, даже с ней у меня сейчас нет такого результата с видеоблога. То есть все очень сильно упирается в ту тематику. То есть есть тематики, где трафика много, но толку от него мало. Есть тематики, в которых заработок проблематичен, если у тебя нету миллионных просмотров. Это зависит от тебя. YouTube дает все возможности. Если сделаешь новостной портал какой-нибудь, новостной проект, то можно быстро получить трафик и монетизацию, но это немного токсичный контент будет. И не факт, что тебе понравится этим заниматься, не факт, что получится выйти на этот заработок, а может быть, ты на него выйдешь первый же год. Это зависит от тебя. То есть нету такого, что через год ты выйдешь на этот заработок или не выйдешь наоборот. То есть от тебя зависит на самом деле. И 30-40 тысяч рублей, исходя из того, что я слышал от других YouTube-блогеров, это более чем реально. Ну и по крайней мере, по своему опыту, я тоже чувствую, что, допустим, 30-40 тысяч рублей с YouTube-блога, но по зрению перспективы у меня будет получаться делать. То есть это вопрос времени, вопрос работы над контентом, вопрос работы над качеством. В YouTube, когда ты начинаешь делать YouTube-канал, важно задуматься о зрителе, потребителе твоего контента, о позиционировании, о качестве материала, который ты делаешь. А доход, он придет со временем. Тысяча долларов на YouTube это реальность, но рассчитывать, что прям в первый год у тебя получится. В первое время очень тяжело на YouTube раскручиваться, поэтому сложно. У тебя язык подвижен, свободно разговариваешь. Ну так я видеоблогами занимаюсь. Сколько уже? В 2016 году я начал заниматься этим. Плюс до этого у меня был какой-то опыт, я был преподавателем. То есть, соответственно, это нарабатывается. И сейчас, допустим, слов паразитов у меня меньше, чем раньше. А раньше было так, что я вообще не мог даже предложения без вот э, мэ, вот это вот. Бывает же, да, вот слова паразиты? Это нарабатывается. Нарабатывается. Когда слушаешь, когда сам ты каждый раз монтируешь свое видео, ты видишь косяки в речи, и в следующий раз пытаешься, ну, пытаешься не исправить, ну, не косячить таким же образом. Спасибо за развернутый ответ. Я не тот, Вадимир Владимирович. А я на всякий случай. Так, кстати, по поводу веб-камеры для стримов. Есть вариант с экшн-камерами сейчас. Многие поддерживают функцию стриминга. Но вот у меня экшн-камер не было, я поэтому точно не могу сказать, что там да как. Но по сути сейчас веб-камеры должно быть достаточно. То есть сейчас я стал в последнее время иногда использовать вот эту встроенную веб-камеру, и с удивлением обнаружил, что картинка-то не сильно-то хуже, чем вот с зеркалки или без зеркалки. Бывало у меня так, что я ставил зеркалку или без зеркалку через карту видеозахвата, а из-за проблем с интернетом у меня на выходе получалась некачественная картинка. То есть стримы – такая вещь, как бы здесь качество изображения не так уж важно. Важно голосовое сопровождение, соответственно, вот микрофон больше важен, стойка, там удобное обычное место. У меня сейчас, извините, пятая точка превратилась в квадрат, потому что мне неудобно сидеть на этой табуретке. То есть покупая технику для видеоблога, нужно исходить от своих задач. А они у всех разные. То есть автоблогер и, допустим, какой-то человек, который пишет лекции, то есть это совершенно две разные, допустим, ниши, две разные задачи. То есть кому что нужно, какая камера подойдет, зависит от задач. Создать канал исключительно ради денег не совсем правильно. Нужно, прежде всего, просто снимать видео ради удовольствия изучать монтаж, но это мои мысли. Ну, и да, и нет. Как бы работа должна оплачиваться по-хорошему. То есть, с другой стороны, если она не оплачивается, значит, смотря, как к этому относиться, смотря, как относиться к YouTube-каналу. Если ты относишься к этому как хобби, то деньги не обязательно. Если ты рассматриваешь это как коммерческий проект, то нужно делать качественный продукт, и деньги тоже появятся. То есть, но как бы у многих первые годы не получается нормально зарабатывать. Многие просто пилят контент длительное время и лишь со временем начинают нормально зарабатывать. Сершен камерой эфир не стоит проводить, пока очень плохо и нестабильно работает. Пишет подписчик Moto42. Кстати, я заходил на обзор Canon 250D. Я думаю, что ты не разочаруешься. Ты с зеркалкой, хорошая камера. Во многом она будет лучше, чем многие даже более дорогие решения. По крайней мере, по плану автофокуса, по качеству Full HD видео, Canon – это хороший вариант. Кто бы что ни говорил. Так, ну что, мы поговорили, значит, немного про камеры. Как я говорил, очень важно, чтобы в камере был хороший автофокус. Мы поговорили про микрофоны. Я рекомендую студийный хороший микрофон взять, если кто-то планирует стримить. Для большинства другие задачи подойдут петличные микрофоны, типа Boya M1. Так, для видео очень важен свет. То есть у меня сейчас три источника света, плюс не считая еще солнечного света, которое тусклое солнечное освещение падает из осеннего окна. Сейчас началась осень, короче, сейчас темно, и на солнечный свет нельзя рассчитывать. Ну, короче, источник света, он даже может с плохой камерой, тебе дать, ну, сочную хорошую картинку. Даже телефон может сделать тебе хорошую сочную картинку. Так что, в принципе, делать трагедию из того, что у тебя там недорогая камера, не стоит. А вот микрофоны, свет, может быть, антураж, вот в это стоит, наверное, вкладываться. И, возможно, стоит вкладываться в свои знания. Может быть, какие-то курсы изучить, там, на англоязычном YouTube, на русскоязычном YouTube. Вот на Западе очень много интересного контента именно по тематике видеопродвижения, видеомаркетинга, съемки видео, монтажа, обработки, превью. Про это все я рассказываю на основном канале. Пожалуйста, подписывайтесь. Канал называется GarageBiz. Вот. Практически любой человек, когда приходит на работу, сразу не становится директором, но со временем все возможно. Абсолютно точно. У меня жена сейчас проходит курсы по маникюру и переживает то, что у нее что-то не получилось. Она третий или четвертый раз ходит на занятия. Ну, когда я тоже начинал снимать в YouTube, у меня не было ни дохода, ни четкого видения, что получится в итоге. То есть первое время ты все равно учишься. Первый блинкомом, когда я делал первый текстовый блог, тоже первые статьи я писал, они тоже получались непрофессиональными по многим причинам. Так что нужно понимать, что результаты приходят постепенно. И если ты будешь заниматься тем, что тебе нравится, плюс еще подписчики помогают давать обратную связь, то результат будет, несомненно, в YouTube. И техника играет второстепенную роль. Но она тоже важна. И, допустим, для меня техника в YouTube интересна не только для того, чтобы делать более качественный контент. Мне вообще интересно, допустим, тестировать новые микрофоны, новые камеры, новый видеосвет, новые штативы. Мне всегда было интересно возиться с техникой, с компьютерами, с машинами, с чем угодно. Любая техника, я думаю, для любого представителя мужского пола, техника, магазин техники любой, это все равно, что, я не знаю, магазин косметики для представителей из прекрасного пола. Мне так кажется. Когда я захожу в магазин инструментов, мне хочется все, все потрогать, все купить. Хотя мне ничего там не нужно обычно. То есть, примерно такое у меня отношение к технике. AirMix, петличка тоже нормальная. AirMix, я брал какой-то, по-моему, у меня AirMix была как раз. Я не уверен, я какую-то петличку брал за тысячу рублей. Она без батарейки, но что-то мне звук показался перегруженным. Возможно, ну, в обработке звука я не шарю. То есть, вот, покажи свое освещение. И еще вопрос. Как ты думаешь, софтбокс, который делает своими руками из картона, хороший и дает свет? Ну, своими руками я не стал бы делать. Софтбокс можно купить за 2000 на Алиэкспрессе. Вот этот цвет, это у нас... Амаран какой-то там. Аэль. Что там, как там? Аэль М9, короче, вот так вот он выглядит. Два софтбокса. Один брал в Китае за 2000 рублей. Второй брал здесь, в городе, за 7000 рублей вместе с дорогой лампой. Попробую сейчас каким-то образом вам показать. Вон софтбокс стоит. Один. Там лампа на 85 ватт. И второй слофтбокс вот здесь вот. Там лампа из настольной лампы. И все. Не больно-то свет хороший. То есть не больно-то свет хороший. Веб-камера мне нравится, как баланс белого отрабатывает. Эппл-овская веб-камера. У PewDiePie более 3000 видосов. Так. А сейчас уже более 100 миллионов подписчиков. Так что все возможно. Да. Но я, правда, на его канале был. Я так и не понял, про что его канал. Я такой контент не люблю. Мне больше нравятся какие-то разговорные, информационные ролики. На Ютубе важное терпение. Всего 3% каналов преодолели 1000 подписчиков. А 10 тысяч – менее половины процента. Многие бросают через 3-6 месяцев. Первый год самый сложный. Совершенно верно. Первый год – это самое сложное время, когда ты стараешься, делаешь ролики, а отдача видеотрафика и дохода ты не видишь. Когда я делал текстовый блог и занимался текстовым блогом, то тоже у меня было такое, что первый год я не видел ни финансовых результатов, ни результатов с точки зрения просмотров. Сейчас я отвечу. Так. «Возможно ли построить, постримить с телефона, чтобы попробовать? Если ты знаешь как, скажи, пожалуйста. Постримить с телефона? Вот я не знаю, как постримить с телефона. У меня телефон такой, который не подтянет никакой стрим. Это Nokia 5. Пока что думаю, на что его обновить. Но стримы с телефона… Я вот видел, Кона Дэн – это специалист по раскрутке в Ютубе. Он пробовал стримить с своего iPhone 10X, кажется. И качество стрима, оно такое себе. То есть лучше с ноутбука, с нормальной веб-камерой, с нормальным студийным микрофоном. Качество будет выше. Технически не вижу никаких преград стриминга с телефона. То есть люди с планшетов стримят, я знаю. То есть даже с простых планшетов можно делать стрим. Люди стримят с айфонов, точно стримят, с андроидов стримят. То есть если более-менее свежий телефон, он может стримить в Ютуб. Заходишь… Так, вот я не знаю, вот сейчас у тебя зайду. Вот у меня приложение «Творческая студия» называется. Это приложение, которое отображает для меня статистику по моим Ютуб-каналам. Я сейчас могу в реальном времени на любой свой Ютуб-канал зайти, посмотреть, как там дела. И вот, допустим, могу посмотреть доход на своем канале. Так, а можно ли здесь, допустим, попробовать сделать прямой эфир? Сделать прямой эфир? Я сейчас не уверен, получится или не получится. Так, вот здесь вот. Можно ли сделать так? Что? Так, вот здесь есть «Создать». Можно видео загрузить, можно эфир запустить, можно сюжет запилить. Здесь есть такая штука, как эфир. То есть, короче, вот это приложение «Творческая студия», получается, может, позволяет создавать прямые эфиры. Народ, я уже устал, если честно. Мне тяжело ввести прямые эфиры больше одного часа. Финальные ответы на ваши вопросы. И закругляемся. Постудился немножко. Погода мерзкая. И когда успел подцепить простуду, не знаю. Воды горячей еще нету. Сегодня кипятил, значит, водичку, чтобы голову помыть. Вот прямой эфир выходить и ролики снимать. Сниму это башкой совсем зашкварно. Возможно ли по стриму... Так, это я читал. Привет. Может, знаешь, на что лучше снимать влоги на X3000 Sony или GoPro? Не знаю. У меня ни того, ни другого не было. То есть, X3000, по-моему, это видеокамера для блогов как раз, да? Если не ошибаюсь. Давай, сейчас я посмотрю. X3000. У меня ноутбук как раз здесь. Так. Ну, если я себе нормальный смарт возьму, то я тоже буду стримы, наверное, проводить и со смартфона периодически. Так. Это тоже экшн-камера, судя по описанию. Так, сейчас фотографию бы увидеть. А, такая камера, по-моему, была у Стаса Быкова. И эта камера, по-моему, у нее хорошая стабилизация. Мне кажется, она хорошо подходит для блогинга, для стримов, для всего. Снимать влоги. Для блогов она идеальна. Подходит там стабилизация, по-моему, хорошая, если не ошибаюсь. GoPro, не знаю. Тоже рассматривал GoPro для покупки для видеоблогов, но что-то не срасывалось с GoPro. Да, я не сильно простыл, так что все нормально. Ты бороду растишь для YouTube, для видухи или просто так? Я давно хотел бороду отпустить. Запись стрима сохранишь? Да, запись стрима сохраню. Хорошая прямая трансляция получилась, содержательная. Достаточно вы активны были сегодня в чате. Так что, я думаю, стоит оставить. Тем более, кто-то придет после работы, захочет посмотреть, возможно, запись. Ну что, всем спасибо, что были на прямом эфире. Увидимся в новых роликах. На основном канале в ближайшие дни выйдет видео про то, как снять видео, которое наберет просмотры. Все, кто увлекается видеоблогами, прошу переходить и смотреть. Сегодня в описании поставлю ссылки вот на вот этот держатель на Алиэкспрессе. Я его брал. Поставлю ссылку на... Это реферальные ссылки будут, если что. На вот этот видеосветок, где брал, поставлю. И на петличку поставлю, которую использую. Боя, Боя, как ее там? Бай М1, короче, она называется. Вот. Так, что? Про все, про свет сказали, про микрофоны сказали, про камеры сказали. Так, да про все сказали, в принципе. Быков такой зануды, надо железные нервы иметь, чтобы его смотреть хотя бы 5 минут. По-моему, отличный чувак, и он делает отличный продукт. Он занял свою нишу, и у него нормально получаются разговорные ролики, и их качество растет. Да, подача немножко монотонная, но он даже в этом растет. То есть он, допустим, делает нарезку самого интересного в начале ролика, за счет чего цепляют зрители. Я тоже так иногда раньше делал. Так что, так или иначе, он собрал больше 100 тысяч подписчиков. У меня 100 тысяч подписчиков нету даже на сабвухе YouTube-каналов. Так что достойно уважения. Кто такой Быков? Полное обозначение, пожалуйста. Просто Стас Быков, наш хороший знакомый. Мы с ним хотим как-нибудь сделать совместный прямой эфир. Но я хочу, чтобы у меня тоже было 100 тысяч подписчиков. Потом мы с ним пообщаемся. Потому что пока что немножко... Он 100 тысячник, у меня 20 тысяч подписчиков на основном канале. Пока что немножко неравноправно. И, соответственно... Ну что, все, ладно. Больше часа идет стрим. Завершаю трансляцию. Всем передавайте привет. Удачи вам в ваших делах. Увидимся в новых роликах. Пока.